Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! И сегодня хочу поделиться заготовкой на зиму, которая очень часто меня выручает. Ведь при помощи такого полуфабриката можно приготовить суп буквально за считанные минуты. Причем получается он совсем не хуже традиционного варианта. Список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием к видео. Для начала хорошенько промыла перловую крупу и заливаю ее холодной водой. Пусть немного постоит. А тем временем режу репчатый лук обычными кубиками среднего размера. Морковь тру на крупной терке. У огурцов отрезаю края и также нарезаю небольшими кубиками. Хочу обратить ваше внимание, что вес в списке ингредиентов я указываю уже в очищенном и нарезанном виде. Но если у вас получится чего-то немного больше, а чего-то немного меньше, ничего страшного. В кастрюлю складываю лук и морковь, с которой слила воду. Воду добавляю потом чистую. Сюда же выливаю подсолнечное масло. Добавляю соль и сахар. По 2 столовые ложки с небольшой горочкой. Хорошенько перемешиваю. Накрою крышкой и после закипания буду варить минут 25. В процессе варки нужно контролировать количество воды. Если вы будете видеть, что воды у вас мало и содержимое кастрюли подгорает, значит добавляйте еще. Далее добавляю сюда концентрированную томатную пасту, 9% уксус и хорошенько размешиваю. В завершение добавляю резанные огурцы, размешиваю и после повторного закипания варю еще минут 10-15 под крышкой. При этом пару раз перемешаю. Во время варки огурцы выделяют жидкость, поэтому учитывайте это, добавляя воду. Процесс можно считать завершенным, когда огурцы приобретают цвет маринованных. Готовую массу раскладываю по банкам прямо в кипящем виде. Баночки я предварительно мою и стерилизую в микроволновке, а крышки в данный момент у меня находятся в слегка кипящей воде. Накрываю и плотно закручиваю. Далее банки укутываю и оставляю до полного остывания. Лично я их не переворачиваю. Из данного количества у меня получается 7 баночек весом примерно 470 грамм. И плюс я еще оставила 300 граммов, чтобы показать. Огурчики, разумеется, замариновались и остаются хрустящими. Из этой заготовки можно сварить не только рассольник, но и подавать просто так, как гарнир. Такую баночку я использую для приготовления супа в кастрюле 2-2,5 литра. Но я люблю еще побольше картошечки добавить. Можно готовить с мясом, можно просто на воде. В любом случае суп получается очень ароматным и вкусным. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале и другие рецепты домашних заготовок и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующем видео!